Весна и лето – время одуванчиков. Попробуйте приготовить из этих удивительных растений вкусные и полезные блюда, которые укрепят организм и поднимут настроение. Привычный нам желтый сорняк недаром называют одуванчиком лекарственным или аптечным. Он способен вернуть здоровье многим органам человека. Отвар из одуванчиков издавна применяли для профилактики и лечения болезней. Чем полезен одуванчик для здоровья человека? Это неприхотливое многолетнее растение богато железом, фосфором, калием и нулином, витаминами А и С, а также белковыми соединениями. Польза одуванчика проявляется также в том, что его млечный сок содержит горькое вещество тароксацин, обладающее слабительным и мочегонным действием. Растение помогает в борьбе с сахарным диабетом, заболеваниями желчного пузыря и печени, а витаминозом, анемией и другие. Растение избавляет от веснушек и пигментных пятен. Важно! Перед тем, как употреблять блюда из одуванчиков, обязательно проконсультируйтесь с врачом, так как применение растения имеет ряд противопоказаний, язвы, гастриты, пищевая непереносимость и другие. Приготовление одуванчиков начинается с правильного сбора. В пищу годятся корни цветки и листья растений. Весной листья заготавливайте до появления цветочных стрелок. Цветки выбирайте те, что уже полностью раскрылись и богаты нектаром. Корни лучше всего выкапывать весной либо осенью. Если вы страдаете от каких-либо заболеваний, которым может помочь одуванчик, или просто хотите приготовить необычное блюдо, берите на заметку наши рецепты. Настойка из одуванчиков на спирту. Настойка из одуванчиков – эффективное средство при лечении суставов и остеохондроза, также помогает от боли в мышцах и при различных кожных заболеваниях. Отлично действует при бессоннице. Одуванчики на спирту хранят в бутылках из темного стекла. Принимают внутрь, разбавляя водой или наружно. Для приготовления простой лечебной настойки пригодится наш рецепт. Вам понадобятся 50 грамм сушеных или 120 грамм свежих корней одуванчика, 500 мл водки или 250 мл спирта. Приготовление. Корни одуванчика тщательно вымойте, обсушите и измельчите. Положите в банку и залейте водкой или спиртом. Настаивайте 2-3 недели, периодически встряхивая содержимое. Затем процедите и храните в темном месте. Чай из одуванчиков. Хотите очистить организм от токсинов и снизить вес? Тогда приготовьте желтый целебный чай из одуванчиков. Этот напиток обладает мочегонным и слабительным действиями, богат магнием-железом, витаминами В и С, помогает при воспалительных процессах в организме, улучшает аппетит. Чай делают из любой части растения. Вот два полезных рецепта. Чай из листьев одуванчика. Вам понадобятся 2 чайные ложки сухих листьев, 300 мл воды, сахар или мёд. Приготовление. Листья переберите, залейте кипятком и дайте завариться в течение 10 минут. В готовый напиток по вкусу добавьте сахар или мёд. Чай из цветков одуванчика. Вам понадобятся 100 г цветков, 300 мл воды, сахар или мёд. Приготовление. Переберите цветы, очистите их от насекомых и мусора. Затем отделите лепестки и положите их в чашку или заварочный чайник. Залейте водой и дайте настояться около 3 минут. По вкусу добавьте мёд или сахар. Споласкивать цветы не рекомендуется, чтобы не смыть пыльцу. Если вы собирали растения в проверенном чистом месте, достаточно перебрать цветки, удалив песок и насекомых. Продолжение следует...